В чем секрет выглядеть хорошо? Вы знаете, о чем я. О парне, который всегда отлично выглядит. Каждый раз, когда ты его видишь, он выглядит на миллион долларов. Сегодня 10 советов, как выглядеть круто, ничего при этом не делая. Первый шаг к тому, чтобы выглядеть хорошо без усилий, ваша одежда должна быть вам по размеру. Я не говорю про идеальное тело, а про то, которое у вас есть сегодня. Допустим, вам надо сделать презентацию в конце недели. Знаете, что вам надо будет презентовать ее с тем телом, которое у вас сейчас, а не с идеальным телом, о котором вы мечтаете. Поэтому одеваться надо именно для того типа тела, которое у вас сейчас. Да, я знаю, что это может ударить по карману, а через полгода-год, когда вы подкачаетесь и достигнете вашего идеального тела, то это будет хорошей головоломкой на тот момент. Подумать, как одеться так, чтобы ваше тело выглядело хорошо в одежде. Но сейчас возьмите ту одежду, которая у вас есть, и пойдите к портному. Далее поговорим о ювелирке. Многие мужчины стесняются носить украшения. Это может быть вашим преимуществом, так как если вы можете с уверенностью носить украшения, это может помочь вам выделиться из толпы. Особенно летом, когда все носят меньше одежды. Если у вас есть жерелья, которые хорошо выглядят на вас, и они вам нравятся, то смело внедряйте их в ваш гардероб. Кольца. Многие начинают носить их только после того, как женятся. Но есть так много опций в этом направлении. Классовое кольцо, семейное кольцо и много других вариантов. Самый простой вариант для начала – это, пожалуй, часы. Если вы их не носите, то обязательно стоит попробовать. Одна вещь насчет часов. Когда вы их носите, то это не просто, чтобы говорить, сколько времени. Они показывают ваше отношение ко времени. Это также позволяет общаться с другими мужчинами с часами, а также получать комплименты. Третий шаг – это прокачать базу вашего гардероба. Для этого надо посмотреть ваши ежедневные вещи и определить те, которые тянут ваш стиль на дно. Может, они уже не в моде или уже изношены. Допустим, вы понимаете, что носите пару камуфляжных шорт уже десятилетия и надеваете их 3-4 раза в неделю. Возможно, стоит задуматься и взять себе другие шорты без больших карманов. Может взять шорты другой модели и цвета. Шорты, которые выглядят на вас лучше, сразу прокачают ваш внешний вид и поднимут эту базу на несколько уровней. Ваши джинсы. Скажем, вы привыкли носить рваные джинсы светлого цвета и не по размеру. Попробуйте взять темные джинсы своего размера. Далее поговорим о взаимодополняемости, а именно о взаимодополняемом гардеробе. Такой гардероб означает, что вещи в нем подходят и дополняют друг друга, создавая больше вариантов комбинаций. Скажем, вы купили 3 пары туфель, плюс 3 пары брюк, плюс 3 рубашки и, скажем, плюс 3 пиджака. Итого 12 предметов. Из этих 12 предметов, если они хорошо подходят между собой, можно собрать 81 комплект. Так вы получите больше комбинаций из меньшего количества вещей. Давайте теперь обсудим символичные аксессуары. Есть такие вещи, которые вы надеваете постоянно, и они становятся частью вашего образа. Если посмотреть на Джека Николсона, какой предмет мы можем заметить снова и снова, с которым мы можем начать его ассоциировать? Это очки вайфареры. Далее Том Круз в фильме Топ Ган. Что нам приходит на ум, когда мы думаем о Томе в этом фильме? Мы представляем очки-авиаторы. Крутая тема с очками. Они могут значительно улучшить ваш внешний облик. Хорошая сторона символичных аксессуаров, они работают на вас. Если говорить обо мне, то такая вещь в моем гардеробе – это спортивный пиджак. Это не обязательно должен быть аксессуар. Когда вы часто носите вещь, то люди начинают вас с ней ассоциировать. Далее обсудим, как выбрать подходящую обувь. Например, у вас есть беговые кроссовки. Как насчет того, чтобы их прокачать? Что я могу порекомендовать, от чего будет выигрыш и любой мужчина? Это начать носить ботинки. Ботинки добавят в росте, и они прокачают стиль. Эти ботинки у меня в руках, а не комбинированного дизайна. Ну или можно пойти на следующий уровень и попробовать что-то еще более стильное. Когда люди увидят такие, они будут говорить вам комплименты. Это пара двойных монков. Отличная обувь, не так ли? Конечно, я понимаю. Я сам ношу шлепанцы и сандали. Как я могу выбрать этот тип обуви? Там, где я живу, довольно жарко. Ребята, всегда есть варианты. Надо просто присмотреться. Эти туфли сделаны из перфорированной кожи. Ветер проходит сквозь отверстия. Очень круто и очень комфортно. Я взял себе эти туфли, когда был в Украине. Может, не так просто найти такие, но это возможно, если вы знаете, что ищите. Мой следующий совет, чтобы выглядеть стильно, создавайте себе собственную униформу. Возможно, звучит занудно, но посмотрите на Тома Форда. Он носит одно и то же постоянно, но он выглядит сногсшибательно каждый раз. Даже Марк Цукерберг имеет форму. Потому что он не хочет много думать над тем, что надеть. Он хочет, чтобы его одежда по умолчанию говорила сама за себя. Если говорить обо мне, то вы знаете, что я люблю синий цвет. Я об этом часто говорил. Поэтому синие пола летом для меня подходят лучшим образом. У меня есть несколько моделей из разной ткани. Вот это из синтетики, это из хлопка. Каждая из них похожа, но служит для своего предназначения. Иногда я надеваю рубашки. У меня есть рубашки из льна, из синтетики, из хлопка и льна. Она будет светлее, чем остальные. Так что у меня гамма. На мне сейчас светло-голубая рубашка, но вы можете заметить, что все они из синей палитры. Также есть еще вот эта рубашка. Я надевал ее на предыдущих видео. У нее есть небольшой акцент тут на воротнике. Вот такие маленькие детали. У меня может быть много рубашек, но вот эти мои рубашки по умолчанию, которые я надеваю, когда мне надо быстро одеться и выглядеть хорошо. Самое главное, это не требует от меня долгих раздумий. Следующие два пункта я хочу объединить в одном. Восьмой пункт – это иметь меньше, но высокого качества. А пункт номер девять – держать только те вещи, которые вам нравятся. Каждый раз, когда я заглядываю в свой гардероб, я понимаю, что в нем нет много вещей. Но каждая вещь в днем, когда на нее смотрю, я понимаю – это крутая вещь. Это выглядит восхитительно. Я люблю это ощущение и то, что я испытываю при этом. Вместо того, чтобы открывать свой гардероб, в котором нет больше места, и при этом не имеет что надеть. Поэтому необходимо избавиться от всех вещей, на которые вам, честно говоря, абсолютно все равно. И прокачать те вещи, которые не вызывают восторга. Заменить их на более качественные. Вы будете себя чувствовать лучше от этого, потому что у вас будут более качественные вещи, и вы сможете дольше их носить. Я так поступаю с некоторыми вещами. Затем я покупаю похожие вещи. Так вы вырабатываете вашу униформу. Далее идет рутина по заботе о вашем теле и вашей одежде. Это позволяет вам становиться проактивным, а не реактивным. Вас ожидает важная презентация. Вам не придется волноваться о вашей обуви, чтобы навести на ней блеск. Потому что по воскресеньям вы чистите всю вашу обувь. Вам не надо переживать насчет прически. Потому что каждый первый понедельник нового месяца вы посещаете вашего парикмахера. Потому что у вас это записано в графике. Такие маленькие детали позволяют вам выигрывать и быть готовым. Вы не переживаете по поводу подготовки. Я люблю читать ваши отзывы, друзья. Я люблю знакомиться с новыми людьми. И радуюсь, когда вы ведете себя активно, высказывая свою точку зрения насчет моих видео. Потому что если у вас получится выглядеть хорошо, без лишних затрат. Вы сможете идти по жизни, открывать новые возможности. Так что берегите себя и до встречи в следующем видео.